Добрый вечер! Добрый вечер! Большинство ребят опрошенных считает, что учителям не хватает одного из очень важных качеств, что они не умеют общаться с подростками на их уровне. Это дети 16-17 лет отвечают. Но при этом в обществе изменилось отношение к учителю. Все считают, что учитель стал умнее, что учитель стал более коммуникабельный и, что самое главное, что учитель помолодел. Это не значит, что я против учителей среднего возраста и пенсионного, но я думаю, что в российской школе не хватает живой молодой крови. Если брать советское время, о котором мы часто говорим и ностальгируем, то тогда в школе было 22-25% в зависимости от региона мужчин. А были регионы, например, Республики Средней Азии, Наш Кавказ, где было 30% мужчин. На сегодняшний день в школе не больше 13% мужчин. А молодых чуть больше, чем 13%, около 20%. Но, к слову, о мужчинах не могу не вспомнить знаменитые «Доживем до понедельника» и противопоставить фильм «Школа Гай Германики». Вот он диапазон, не так ли? Время поменялось. Тогда была такая школа. Когда мне говорят, что, вы знаете, это сарказм, это карикатура, это плохая картинка современной школы, я не могу согласиться. Это школа большого города, может быть, даже не Архангельска. Это школа Москвы или Санкт-Петербурга, или Новосибирска. Да, такие школы есть. Не все присутствует в одной конкретной школе, то, что собрано в этом фильме. Это обобщающий у вас. Это же не документальный фильм. Но там собраны беды современной школы. И если мы не будем говорить об этих бедах все вместе, учителя, родители, общественность, политики, ничего не изменится. А, к сожалению, школьные педагоги и руководители органов управления восприняли это как атаку, собственно, на них. Хотя, я думаю, что это была попытка просто вскрыть те проблемы, которые существуют. Опять же, в некой амбициозности режиссера трудно не обвинить. Это да, потому что любой художественный проект претендует на то, что он будет каким-то открытием, цепляющим и так далее. Но мы плавно подошли к вопросу о проблемах сегодняшнего образования, я имею в виду уровень средней школы. Знаете, когда говорят, что качество среднего образования падает, катастрофически падает, об этом слышно в последнее время с многих трибунг, я с этим тоже не могу согласиться. Потому что мы по-другому стали оценивать качество образования. В советское время, да, все наши дети, которые учились в школе, хорошо сдавали экзамены по физике, математике, литературе, истории, неважно, какая у тебя была склонность, к чему у тебя были природные задатки, но ты должен был учиться в школе хорошо. И каждый учитель считал, что его предмет самый важный, ты должен выучить вот это и вот это. И по показателям знаний, то есть что знал ребенок, количество информации, которую он запоминал, мы были в самом деле на первом месте. Но если были в то время такие исследования, которые бы мерили, как эти знания можно применить в реальной жизни, вряд ли мы были на первом месте. Сегодня ситуация поменялась. И мы, когда стали смотреть на то, как те знания в школе, которые получил ребенок, может применять в сегодняшнюю жизнь, оказалось, что практически никак. Можно по-разному относиться к международным сравнительным исследованиям. Пиза, Тим Шпилс, но Пиза нам показывает. Да, дети знают теорию, но как эта теория будет использована в жизни, они не знают. Поэтому, может быть, один из путей улучшения образования, это попытаться новые в ГОСы, новые учебные планы, новые программы повернуть так, чтобы дети не только что-то знали, но умели этим воспользоваться в жизни. Это первая история. А вторая история, он на самом деле лучшее образование, потому что международные сравнительные исследования, качество образования детей, которые учатся в четвертом классе, показали, что наши дети читают лучше всех в мире. И это исследование подтвердило уже второй раз результаты наряду с Сингапуром. Это не просто чтение, вот прочитал предложение на количество слов, это умение выявить внутренние связи, понять контекст и так далее. Это значит, что начальная школа в самом деле хорошо учит. Но дальше возникает проблема о том, что почему дети в пятом, шестом, седьмом классе начинают читать все меньше, функциональная грамотность начинает падать. А к выпускным классам мы вынуждены снижать порог ЕГЭ. По русскому языку и математикой. И вот это вот проблема, почему у нас западает именно звено средней школы. Пятый, шестой, седьмой класс. Потому что дальше снова начинается выравнивание, особенно для тех, кто четко определился, куда он хочет идти, где он хочет учиться. Все-таки на ваш взгляд, кого должна воспитывать школа? Я знаю, что есть разные позиции, и вы привержены с какой-то одной, нет? Но я думаю, что школа должна помочь ребенку развить в нем то, что заложено природой. Не всем быть знаменитыми нобелевскими лауреатами по химии, физике или по математике. Кто-то должен работать и на заводе. Беда нашей школы в конце советского периода и в начале новой, новой периода, новой России, была в том, что школа была ориентирована только на ВУЗ. Вот школа должна готовить к поступлению в ВУЗ. Ну и сами родители это хотели. Но я думаю, что должна поменяться вообще философия образования. Образование должно развивать в ребенке то, что заложено природой. Поэтому, может быть, поддержать ребенка, у которого золотые руки. И не обязательно, чтобы он сдавал на пятерку единый экзамен по математике. Он на уроках технологии может быть просто блестящим. И потом, когда он окончит школу и пойдет работать, получит специальности, будет краснодеревщиком, может быть, он будет намного успешнее в жизни. Да, пишет свое имя, чем какой-нибудь неудавшийся физик или математик. Поэтому, если мы научимся выстраивать для каждого ребенка реальный его индивидуальный маршрут, а не просто на бумаге то, что мы заявляем, что да, мы уже умеем строить для каждого ребенка вот эти индивидуальные маршруты, поддерживать каждого ребенка, тогда можно сказать, что школа выполнит свою задачу. Это первое, как бы. А вторая история, мне кажется, что школа должна подготовить ребенка к безумно меняющемуся миру. Он настолько быстро меняется, что психика взрослых иногда не воспринимает этих перемен. Да, без информации. И вот ребенок, который заканчивает один из классов, он попадает в открытый, совершенно открытый мир, где ситуации могут меняться на протяжении года. И вот умение перестраиваться к условиям, которые возникают, находить решения очень быстрые, которые возникают в разных ситуациях, это одна из задач школы. И для этого вот как бы вводится сегодня и проектная деятельность, чтобы дети на уровне проекта в старших классах понимали, как решать проблему. И исследовательская работа. И Корея нам, Южная Корея, пример тому, которая каждые пять лет меняла направленность своей экономики. То есть менялся целый пласт жизни людей, людям нужно было срочно переквалифицироваться, чтобы не потерять свою нишу. Вот если мы научим наших детей жить в таком меняющемся мире, не теряться, не попадаться... Что называется, встроиться в эти условия. Встроиться, да. И использовать эту ситуацию себе на пользу. Вот тогда мы можем сказать, что в самом деле задача школа выполнена. Но все это невозможно без изменений требований педагогам. Да. Каков он сегодня, социальный запрос? Вот его уже упомянули, умение общаться. Это одна из грани, правильно? Это обязательно условие. Ты можешь любить детей, но если ты не умеешь с ними общаться, то у тебя ничего не получится. То дети не полюбят тебя. Дети не полюбят тебя, и у тебя ничего не получится. Но вот сейчас уже закончили обсуждать, но было очень бурное обсуждение в прошлом году нового профессионального стандарта педагога, который будет вводиться постепенно через 2-3 года. Вот там все описано. Там кроме знаний своего предмета, там очень много важных вещей. Ведь школа поменялась очень сильно. Я думаю, что в Архангельской области тоже заметно. Может быть, не так сильно, как на юге России, в Центральной России, в Москве. В школе появились дети, которых не было 10 лет назад. Именно в одном классе. В одном классе могут сидеть теперь одаренные дети, дети с проблемами умственного и физического развития. Дети, которые не владеют русским языком совсем, и это очень большая проблема. Дети с девиантным положением. И учитель должен уметь работать со всем этим классом. Не просто с классом как массой, а с каждым конкретным человеком. Понимать, как с этого человека вовлечь в учебное занятие, в процесс. Это очень сложная задача. И я рад, что Министерство образования решило не вводить этот стандарт, начиная с января 2015 года. Потому что учитель к этому не готов. Учителя этому не учили. Как можно требовать то, что не учили. Поэтому в течение ближайших двух лет будут проведены очень большие курсы переподготовки во всех регионах. Где как раз в этом направлении учителей поучат. А в учебных заведениях педагогических, начиная с этого года, будут вводиться постепенно новые дисциплины, которые помогут учителю соответствовать этим требованиям. Мы уже немного затронули эту тему. Я имею в виду повышение престижа профессии. На ваш взгляд, кто должен заниматься этой работой? Я думаю, что должны все заниматься. Государство, в первую очередь. Общество, сами учителя. И, я думаю, родители тоже. Только совместно работая в этом направлении, мы можем решить эту проблему. Потому что... Есть две важные вещи. Когда мы говорим о престиже, то престиж зависит очень от социального статуса. От правовых оснований деятельности учителя, от его материального положения. Слава богу, что в последние годы материальное положение стало по чуть-чуть меняться. Как только заработная плата дошла до средней экономики в регионе, уменьшились вакансии во многих регионах. Там, где она превысила среднюю по экономике, увеличилось количество желающих поступать в педагогические вузы. Москва, конечно, нам не указ. Это другое государство. И все же. Там другие зарплаты. Как только эти цифры достигли этого уровня, ни одной вакансии нет. Выстроились очереди из тех, кто по каким-то причинам уходил из школы. И увеличилось в этом году количество желающих поступить на педагогические специальности. Я не думаю, что все, те, кто поступил... Меркантильные. Да, все меркантильные. Потому что, в самом деле, у кого-то есть потребность идти в школу. Он считает, что только там может реализоваться. Поэтому одна из мер — это материальная поддержка. Но не экономика единой. Не экономика единой, да. Материальная поддержка. Но может быть еще моральная поддержка. Например, разные конкурсы. Я знаю, что практически во всех регионах, в том числе и Архангельской области, проходят разные конкурсы педагогического мастерства. И это тоже очень важно, чтобы учитель увидел, что его разработки, его учебные планы, его методики знают не только коллеги в своей, в его школе, но и в регионе, и в стране. И это очень важно, когда они делятся этими своими методиками и понимают, что их хорошо оценивают. Это разные гранты, которые может предложить правительство, как федеральное, так и региональное. Это помощь, наверное, в решении жилищной проблемы, хотя это более относится к экономике. Это своеобразное положительное отношение средств массовой информации к образу учителя. Вот хотя бы баланс соблюдался, потому что не все у нас так плохо в образовании, как рассказывают нам в основном федеральные телеканалы и желтые газеты. У нас есть очень хорошие результаты. Вы посмотрите только, например, на международные олимпиады. Мы практически по всем предметам привозим золотые медали, обгоняем и Китай, который сегодня очень серьезно продвинулся в образовании, и Соединенные Штаты Америки. Я уже не говорю о европейских странах. Есть европейские страны, у которых вообще нет ни одной золотой медали за последние 10 лет, ни по одному из предметов. А у нас есть. Взаимоотношения педагогического сообщества и СМИ. Вы уже затронули эту тему. Вы считаете, что слишком много негатива на нас выливается? Надо смотреть на уровни. Вот если смотреть на федеральный уровень, то да. На нас выливается с федерального уровня, на нас всех очень много негатива. А чем это обусловлено? Я думаю, что это обусловлено рыночными условиями. С одной стороны, и законами существования масс-медиа. Потому что отрицательная новость вызывает больше внимания, чем положительная. К сожалению, так во всем мире. И мы не исключение. Когда идут какие-то отрицательные вещи, больше людей смотрят или читают. Положительные, и так люди знают об этом, может быть, это своеобразная взаимозаменяемость. У кого-то плохо. Кто-то плохой. А я все-таки лучше. Не знаю, это психологи должны это объяснять. А вторая история, мне кажется, связана с тем, что у нас на федеральном уровне нет очень четкой концепции информационной политики, касающейся социальной сферы. Поскольку и особенно образование является сферой ответственности государства. Нам сказано, что государство отвечает за образование. Это приоритет для государства образование со всех высоких трибун. Так почему бы государству и не формировать социальный заказ на формирование... Телевизионный заказ. Телевизионный заказ. На формирование не то что положительного, а на формирование адекватного отношения к системе образования в средствах, в электронных средствах массовой информации. То есть таких программ на вас ждет мало сегодня? Я думаю, что таких программ практически не существует. Но если опускаться на региональный уровень и на муниципальный, то чем ниже, тем больше положительных материалов в системе образования и людях, работающих в этой системе. И я понимаю, почему. Потому что сообщества все меньше, и люди как бы знают друг друга, они вращаются в одном и том же кругу, и им интересно, что в самом деле делает та или иная образовательная организация. А вот вверху, к сожалению, серьезные проблемы. Тема, которая с предсказуемой периодичностью появляется в СМИ, это единый госэкзамен. Но в свое время о него было сломано немало журналистских копий. Вот ваше отношение к ЕГЭ как к инструменту проверки знаний? Сложный вопрос. С самого начала, когда только возник этот эксперимент, учительская газета выступала, я в том числе, за то, что наконец-то был введен независимый инструмент, который может оценить наши знания. В самом начале это так и было. Первые 2-3 года. И главная задача была помочь детям из отдаленных регионов, попасть в престижные вузы. Потому что 20 лет, 18 лет назад, ребенок из провинции, из Владивостока, даже Архангельска попасть в... Социальный лифт не работал. Социальный лифт не работал. ЕГЭ был своеобразным социальным лифтом. И в самом деле, если смотреть на статистику первых лет, то это было так. Вторая причина, почему был введен ЕГЭ, слишком большие были финансовые потоки, черные, подводные, которые существовали на входе ребенка в вуз. Была даже статистика, сколько стоило поступление на тот или иной факультет, даже в самые престижные вузы. Теперь единый экзамен и уже финансовые потоки перекрывались. Идея была благая. Да. Но вода всегда найдет себе дорогу. Любая река, которую закопают в землю, она все равно выйдет где-то. Так и тут. Финансовые потоки были перенаправлены. Вот. И стали уходить тоже под землей, скажем так, под столом на подготовку детей к экзамену, к ЕГЭ. Вот. Школа готовила это, но нужно было еще, чтобы сдать, готовиться с кем-то на стороне. Это была одна часть. И деньги уходили репетиторам. А вторая часть, это были нарушения очень серьезные на протяжении многих лет самой процедуры единого экзамена. И там тоже крутились большие деньги. И на протяжении девяти лет, вот каждый год, учительская газета писала о том, что снова нарушены процедуры, что снова чиновники в некоторых регионах помогали сдавать единый экзамен, что снова детям заносились заполненные кимы, что снова кто-то ходил, звонил по телефону и получал решение, что самый большой скандал, это скандал 2012 года, когда накануне единого экзамена практически все контрольно-измерительные материалы по всем предметам были выложены в интернет, и можно было спокойно скачать и подготовиться. Пришел новый руководитель Рособорнадзора в конце 2012 года. Я критически отношусь к действиям Министерства образования и Рособорнадзора, но здесь нужно сказать большое спасибо человеку, который сумел переломить ситуацию. В течение года были приняты такие меры, которые они принимались за предыдущие 10 лет. Я думаю, стоит назвать, и речь идет о Сергее Кравцове. Сергей Сергеевич Кравцов, один из самых молодых руководителей в системе российского образования, ему еще нет 40 лет, доктор наук. И вот за этот год он сделал так, что в конце 2013 года на экзамене, и в 2014 году тоже, нарушения были 0,001. Они были мелкие, там кто-то принес телефон, но процедура была настолько жесткой, что никому, вот и я это знаю точно, потому что я и мои коллеги тоже присутствовали как независимые эксперты на едином экзамене. В 2013 году мы знаем, что никому не удалось списать, тех всех, кто хотел списать. Но открылась другая история. Как только картинка получилась честной, пришлось снижать баллы пороговые, потому что очень многие не справились с заданиями, и у них были практически двойки. Если бы порог не был снижен, то у нас бы 30% не получило аттестат, потому что не справились с заданиями по русскому языку и по математике. Это проблема обучения в старшей школе. Так вот, единый экзамен прошел вот такие изменения, и слава богу, что процесс формирования правильных процедур и контроля за этими процедурами завершился. Теперь вторая задача, которая всегда нас волновала, содержание контрольно-измерительных материалов. Мы тоже писали, критиковали, что многие вопросы, они просто, пусть простят меня слушатели и зрители, глупые, не соответствуют ни школьной программе, ни возрастной психологии и так далее. Что нужно менять сам формат заданий, что не нужно задание, которое тыкаешь пальцами, что-то узнаешь, потому что по теории вероятности в Сарап все равно где-то попадешь. Так называемая угадайка. Взаимоугадайка. Сейчас все меняется. И вот я думаю, что в течение двух следующих лет контрольно-измерительные материалы поменяются радикально. Они будут в самом деле реальным инструментом измерения качества образования. Прошла информация, что ряд депутатов Госдумы на полном серьезе предлагает исключительно иностранные языки и школьные программы. Так ли это и Ваша реакция? Ну, я думаю, что эта информация базируется на отчетах о заседании Патриотической платформы партии «Единая Россия», которая, кажется, состоялась несколько недель назад. Да, там в самом деле были серьезные предложения о том, что не надо изучать иностранные языки в школе, не надо вводить единый госэкзамен по иностранному языку, потому что иностранные языки, по большому счету, российским детям не нужны. Лучше учить русский язык, таким образом воспитывать в наших детях патриотов, гордость за свою страну, а тот, кому нужен иностранный язык, тот может пойти на платные курсы или платные уроки. Мне кажется, что это большая глупость, которая, а, нарушает закон об образовании, а во-вторых, лишает многих наших детей равного доступа к образованию. А в-третьих, если мы хотим дальше развиваться и двигаться в общецивилизационном русле, в общецивилизационном процессе, строить нормальные экономические связи со всем миром, то наши люди должны знать не один, а два языка. И слава богу, что некоторые образовательные учреждения учат этим языкам и учат нормально. Наши дети в 10-11 классе могут свободно общаться не во всех школах, но там, где серьезно к этому относятся, со своими сверстниками и взрослыми на равных других странах. Чего не могут делать многие депутаты, которые предлагают убрать иностранный язык из школы. Но стоит уточнить, что это всего лишь инициатива, закон не принят, даже пока не рассмотрен, чтобы наши зрители не волновались. Иностранный язык будем учить. Да, я думаю, что Министерство образования тоже будет всячески бороться за то, чтобы иностранный язык остался в школьной программе. Вы впервые приехали в Архангельск. Какие журналистские пути привели к нам на север? Очень новое явление, очень интересное, появилось в российской действительности. Это клубы Учителей года. Они, вот конкурс Учитель года 25 лет, а клубам там некоторым уже по 15 лет. Это как бы продолжение конкурса Учитель года. Это очень интересная форма работы. И Архангельский клуб областной учителей работает, но я бы сказал, лучше всех в стране. У нас есть несколько клубов, которые держатся как бы на верхней ступеньке. Это Ульяновский клуб, это Ростовский, но клуб из Архангельской области. И по объему мероприятий, и по эффективности своей работы, и по количеству членов, и по участию в федеральных мероприятиях стоит на первом месте. Поэтому мне очень хотелось посмотреть, что же делают в самом деле клубы Архангельской области. Тем более, что с этого года при поддержке Министерства образования Учительская газета будет проводить ежегодный фестиваль клубов Учителей года. И первый такой фестиваль состоится уже весной этого года в Ульяновске. Поэтому я думаю, что опыт клуба Архангельской области поможет нам сформировать повестку дня этих фестивалей, определить программу и так далее. Поэтому это была главная цель, посмотреть, как они работают. Они прислали мне приглашение на фестиваль, я с удовольствием приехал. Времени мало, поэтому я не все посмотрел, что бы я хотел увидеть, но начальное впечатление очень хорошее. Мне кажется, что если в каждом регионе возникнет такой клуб, как у вас, а у вас еще очень разветвленная система, клуб не только один областной, но в муниципальных образованиях тоже есть свои клубы, их много, это будет очень хорошая поддержка развитию конкурсного движения Учитель года. И это большой будет вклад в развитие российской системы образования. Конкурс Учитель года 25 лет, он внутренне видоизменился? Конечно, поменялись проблемы, которые обсуждаются на этом конкурсе, поменялись задания, поменялись участники. Если 25 лет назад средний возраст участников был около 50 лет, то сегодня 37 лет. Это очень хороший показатель. Увеличилось количество мужчин, которые принимают в конкурсе. Вот в этом году, вернее, в прошлом году принимало участие из 80 человек. Одна треть это были мужчины. Но выиграла, если не ошибаюсь, женщина. Выиграла женщина из Татарстана, биолог. Но, как правило, побеждает мужчина. Женщин среди абсолютных победителей намного меньше, чем мужчин. Вы побывали в нескольких образовательных организациях Архангельска. Ваши впечатления? Снова же, я не очень люблю экскурсионные походы, когда ты пробегаешь по образовательному учреждению, одним глазом увидел то, другим то, две фразы услышал там. Но для первого впечатления, может быть, и достаточно было вот этих нескольких часов, которые я провел сегодня в образовательных учреждениях. Я побывал в Архангельском морском кадетском корпусе. Мне очень понравилось заведение. Там есть атмосфера, несмотря на то, что это, скажем так, не военное, но военное все-таки образовательное учреждение, там есть атмосфера человечности и тепла. Вот этим детям тепло в этом корпусе, это здорово. Там созданы все условия для того, чтобы поддержать этих детей. И я вижу, какие энтузиасты там работают, потрясающий директор. Очень здорово, что такое учебное заведение существует. И если учесть, что ему только 4 года, я подумал, что ему там лет уже 20, когда увидел, какой результат. Мне очень понравилась школа народных ремесел. Я думаю, что это одна из задач для всей Российской Федерации создавать и поддерживать такие школы, потому что это наши корни, это наша история, мы должны знать, и мы должны не забывать наши корни, и наша генетическая память должна все время работать. Вот эти детки, которых я сегодня видел, которые умеют делать своими руками и знают, что они делают, они вспоминают через эту историю своих предков и делают такие вещи, которые не стыдно иметь хорошему музею. Вот, и как сказала сегодня одна из членов жюри, там подводились итоги очередного конкурса, сказала, я бы все эти вещи унесла домой, заплатив за них большую цену, потому что вот они дышат все теплом. Большое количество ребятишек там занимается, это тоже очень здорово. И мне очень понравилась система, что они работают не только у себя в этой школе, они являются ресурсным центром, работают с муниципальным образованием, поддерживая мастеров там на местах. И третье, вот это, наверное, было самое поразительное, это частная школа «Ксения», которая просуществовала уже 23 года. Почти ровесница газеты. Да, ровесница конкурса «Учитель года». Да, конкурс «Учитель года». Немногие частные школы могут похвастаться в России такой длинной историей, потому что был период, когда у нас было очень много частных школ, а потом все, они начали угасать, погибать, и многие закрылись. Вот, наверное, эта школа входит в десятку лучших частных школ Российской Федерации, и тоже живет благодаря энтузиастам, которые держат эту школу. Удивительный директор, вот, очень хорошие программы, и потрясающие дети. Вот я разговаривал с ними, они очень открыты, очень честные. Они, например, при учительнице не... отважились сказать, что вот не читали все они произведения в прошлом году по курсу литературы. Это здорово. То есть у них есть уже платформа такая, сформированная. Они могут сказать свое мнение, не думая о том, что это мнение может кому-то не понравиться. И это здорово. — Ну, у главного редактора учительской газеты не могу не спросить про газету. Что вы... Я знаю, что вы с собой принесли уникальный номер. Давайте несколько слов о нем. Ну, вот. Вот это первый номер учительской газеты, который вышел 90 лет назад, 3 октября 1924 года. Номер, который я практически знаю наизусть. Но я люблю его все равно перечитывать, потому что, когда начинаешь считать, ты понимаешь, что система образования одна из самых консервативных систем. Те проблемы, о которых писали в 1924 году, они актуальны сегодня. Просто другая лексика, другие слова, другие пути решения. Вот даже если взять из этой статьи «Учитель учись» одного из лучших наркомов министра просвещения и бывшего Советского Союза Российской Федерации Анатолия Васильевича Луначарского. Там есть замечательные слова о том, что учитель постоянно должен учиться. Учитель, который останавливается, он не может быть учителем. И кроме того, что нужно знать свой предмет, очень важно еще уметь мотивировать ребенка на учебу, привлечь его. И тогда у вас не будет проблем ни дисциплины, ни с посещаемостью, ни так далее. И на третьей или четвертой полосе есть заметка, которую я тоже очень люблю. Почему молодые учителя не могут позволить себе жениться? Потому что зарплаты, которые они получают, хватает ровно на одну неделю, а дальше им приносит кто ведро квашеной капусты, а кто мешок картошки. На это они выживают. Ситуация, конечно, поменялась, но есть над чем думать. Поэтому я очень люблю этот номер. Сегодня кто он, ваш подписчик? Сегодня наш подписчик, половина наших подписчиков, это образовательные организации. Я думаю, что две трети, я не думаю, я знаю, что две трети российских школ подписчики нашей газеты. А вторая половина, это индивидуальные читатели, учителя. И органы управления образованием, это третий наш подписчик. Вот три категории подписчиков. В день завтрашний вы уверенно смотрите, как газеты? Да, 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 потому что мне бы хотелось, конечно, чтобы у нас был больше тираж, чтобы каждая российская школа подписывалась, и может быть, в будущем, и каждый российский учитель. Но тираж газеты последние пять лет держится практически на одном уровне, он не падает. И это самое главное. Он подскакивает иногда там на несколько процентов вверх, летом чуть ниже, но он все время поднимается по чуть-чуть, маленькими темпами, маленькими цифрами, но поднимается. И это хороший показатель. В тот случай, когда важен вектор движения вверх. Спасибо большое. Спасибо вам. Главный редактор общероссийской учительской газеты Петр Положевиц был сегодня в центре внимания. На этом программа подошла к концу. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин